Здравствуйте, мои дорогие весы! Давайте вместе с вами посмотрим, что вас ожидает на август месяц, на начало месяца, на середине и на конец месяца. На конец расклада мы возьмем карта совета для вас, что вам высшие силы подсказывает. Если вы готовы, давайте вместе с вами начнем, что вам высшие силы подсказывает на начало месяца, мои дорогие весы. Первая карта — это у нас десятка пентаклей. Десятка пентаклей уже показывает то, что уже на начало месяца августа для вас, мои дорогие весы, у вас есть стабильность, у вас есть благо. Ваше благо, ваше состояние, то, что у вас, знаете, может здесь даже, если касаться тема семи, у вас как бы идет все стабильно. Вот, вот, ваше благополучие есть вот уже на начало месяца. Следующая карта для вас, мои дорогие, выходит карта четверка жезла. И четверка жезла показывает, здесь я могу сказать, что здесь касается тема больше стабильных отношений, тема, ну, отношения семейные, или даже, вот, знаете, вот рабочие моменты, где уже вы долго там работаете, где здесь есть доверие к друг другу, здесь, как бы, люди могут вот работать так в партнерстве, могут доверять друг другу, может, вот, подсказывать друг другу чего-то, знаете, вот. Следующая карта на начало месяца для вас, мои дорогие весы. И вот здесь показывает. Для того, вот у вас уже, как бы, начало показывает то, что у вас благо, то, что доверие есть, но как будто еще, знаете, вы, вот все это вы очень много берете на себя, вот вы как будто перезагрузились, вы как будто не видите уже дороги вперед, уже из-за того, что так сильно уже начинаете, знаете, брать на себя ответственность, что вы уже как будто начинаете не видите вот эти дороги вперед. Я бы сказала, здесь для вас, как бы, первые карты очень хорошие, ну, выходят, но здесь я могу сказать, чуть-чуть, как бы, убирайте, не нужно вот всегда брать на себя, вот бывает так в жизни то, что, как бы, нужно, ну, как бы, кто-то, что кто рядом, как бы, тоже вот помог для того, чтобы вы, как бы, не закрыли там глаза, и что не видели там дороги вперед. Вот следующая карта для вас, мои дорогие, на начало месяца, колесо фортуны. И вот здесь показывает, что фортуна, вот на начало месяца, мои дорогие весы, фортуна на вашем стороне. Только чуть-чуть убирайте вот этот груз, который берете на себя, и фортуна вам поможет вот идти вперед. Следующая карта для вас, мои дорогие, это девятка кубков. Здесь и вот почему показывает. Из-за того, что вы, вот, начало, то, что у вас как будто все есть, все благо, все в стабильности, вы в партнерстве, у вас хорошая работа, там, хороший бизнес, вы как будто, знаете, много на чего вот это брали, вы думаете, что, ой, все это у меня удачно, все у меня везет, все у меня получается. Да, здесь у вас как бы показывает, что у вас благо есть, но здесь, как бы, я бы сказала, чуть-чуть, вот, бывает мы, когда у нас все получается, чуть-чуть, ну, как бы, ну, высокомерие есть. Я бы сказала, для того, чтобы вы вот это не потеряли, то, что у вас есть, хотя здесь показывает, здесь вы как будто показывает чуть-чуть, вот, знаете, спуститься на землю, не подниматься так сильно, вот. Хотя здесь у вас вот как бы все есть. Следующая карта на середине месяца для вас, мои дорогие весы, это шестерка кубка. Здесь идет шестерка кубка, здесь как будто вы должны, вот, на середину как будто не то, что должны, вы как будто вспоминаете чего-то, вот как будто чего-то ваше прошлое, вот как будто вы даже, может быть, семейные отношения на данный момент, или там работа, вот, но все-таки вы вспоминаете вот прошлое чего-то. Следующая карта для вас, мои дорогие, на середину месяца августа и выходит королева жезлов. Королева жезлов для вас, мои дорогие женщины, показывает, вы благородная женщина, вы женщина, которая, ну, красивая, вы женщина, которая знаете чего, вы знаете, вот, как будто, ну, вы знаете, чего вы хотите. А для мужчины я могу сказать, вот как здесь может быть то, что вы в отношении на данный момент, но вы как будто вспоминаете какую-то вашу прошлую женщину, которая у вас была в прошлом, которой вы как бы все-таки не отпустили ситуацию вот до конца. Следующая карта для вас, мои дорогие, на середину, это выходит шута, карта шута. Вот карта шута здесь и показывает, вот даже по десятку жезлов показывает, что, ну, не загрузитесь так сильно, обнулите ситуацию в вас, делайте чуть-чуть вот это, вот как здесь у вас все благо есть, но вы как бы, вот, высокомерие вас вот поднимает, вот то, что это, отпускайте чего-то, обнуляйте чего-то. Если даже вот касается чего-то, каких-то воспоминаний про кого-то, или даже женщина, если мужчина вспоминает чего-то, вы как будто здесь должны как бы обнулить, потому что вы как будто, хотя у вас все есть, но у вас идет вот эта нагрузка, вот то, что вам тяжело. Следующая карта, вот, перерождение, вам должны вот идти, вот уже менять что-то в своей судьбе, потому что вы горите изнутри, вы горите, это все изнутри. Ну, благодаря тоже здесь, вот, благодаря вашей благородства вы начнете вот обнулить чего-то в вашей жизни. Следующая карта пажмичей. Карта пажмичей показывает то, что вы боретесь, вы не останавливаетесь, вы человек, который хочет бороться, вы человек, который хочет обнулить чего-то в своей жизни, и вы не останавливаетесь на чем-то, то, что у вас есть на данный момент. Следующая карта мы посмотрим на конец месяца и почему сказал что вы горите изнутри вот в конец месяца вы горите но вы знаете даже то что пылает под ногами то что изнутри все вот это вы не останавливаетесь выйти и идете вперед потому что вы хотите какой какой-то успех какой-то вот победу я поэтому говорю то что в начале вы как будто должны чуть-чуть вот вот это убрать из вас вот спускаться чуть-чуть на землю для того чтобы вот это внутри вас не все под конец не горела следующая карта для вас дьявол и карта дьявола показать что вы должны бороться хотя вы горите изнутри но вы как будто вот это обнуление настолько вы сильно хотите вот по по дьяволу и так сильно боретесь с какой-то независимость для вас вот вы уже так стараетесь потому что уже вы как бы вам уже плохо вот вы но вы не останавливает вы это борете здесь может быть то что вот воспоминания какие-то прошлое где вас всегда ну как в прошлом они как бы дает вам потихонечку потихонечку иногда время дает о себе знать знаете прошлые отношения и вот колеса фортуны вам дается возможность вот обнуление вот смотрите если вы начнете обнуляться у вас дается возможность новые дороги, новые вершины какие-то, даже если в работе, даже если в отношениях, даже если в семье, у вас идет все по-новому, вы как бы делаете правильное решение, вы как будто начинаете какие-то новые цели ставить. И следующая карта для вас, мои дорогие, весы. Вот, даже вот почему, вот здесь карта даже очень четко говорят, что если даже вам настолько плохо под конец августа весы, вы вот если научитесь вот бороться вот именно с какие-то ваши вот эти привычки или чего-то, то что вам не дает, может какие-то нерешители, то что у вас, вот у вас, то идет вот новые дороги, у вас вот идет, да, новые дороги, но которые, понимаете, нам дается в жизни какие-то новые дороги, но дается, знаете, нам открывается дверь, но сами все-таки зависит от нас, к чему мы хотим, куда мы хотим быть или чего мы хотим от жизни. И вот эта возможность уже под конец августа у вас дается, мои дорогие весы. И мы сейчас возьмем карта совета, что вам высшие силы подсказывают. А высшие силы вот подсказывают то, что вы должны доверять внутренне, вот именно внутренне себя, вот вы должны вот чуть-чуть, знаете, здесь даже вот наполнять свою, знаете, энергию, то, что каким-то хороших вещах, вот хороших даже может быть какой-то отдых, где-то отдыхать, где-то вот гулять, даже это не важно, где-то что-то себе купить какой-то для того, чтобы вот начинать чего-то нового и идти вот вперед. Это был для вас, мои дорогие весы расклад на август месяца. Если нужна для личный расклад, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране.